В Твери продолжается прием заявок на участие в творческом конкурсе на лучшее архитектурно-художественное оформление Аллеи Славы в микрорайоне Мамулина. В администрации Пролетарского района прошло заседание рабочей группы, на котором студенты Венециановского училища представили свои эскизы. Аллея Славы в Мамулине появилась в 2014 году, а в 2018-м ее благоустроили по программе формирования комфортной городской среды. Сейчас здесь планируется установить исторические композиции, посвященные великим победам российских полководцев. В творческом конкурсе принимают участие студенты Венециановки. Если они односторонние, то вопросы по размещению на самой аллее, как вы это видите? Первый ряд, какое-то основное действие, оружие или, ну вот как у Дмитрия Донского, вот тут вот щиты. Студентка училища Маргарита Петрова показывает эскиз, где представлены 10 модулей с изображением военных событий. Конструкцию планируется выполнить из металла. Обговорив с преподавателем, мы решили, что он наиболее подходящий для этой композиции, он наиболее крепкий, вандалоустойчивый. Его можно покрасить, сделать какие-нибудь прорези, наслоение на него. Ну и на свету он дает очень хорошие рефлексы, которые будут привлекать внимание. Формирование нового облика общественной зоны в Мамулине могут принять участие как студенты соответствующих специальностей, так и профессиональные архитекторы и дизайнеры. Потому что тема популяризации наших исторических побед, исторических побед нашей Родины, она очень сегодня актуальна. И нам бы хотелось, чтобы чувство патриотизма среди молодежи развивалось, осознавалось. И это было близко каждому из молодежной среды. Специальная рабочая группа выберет лучшие из представленных эскизов. Проект победителей будет реализован в рамках дальнейшего благоустройства Аллеи Славы.